Вы не сбежали? А зря. Как видите, успех. Я дал вам сердце. Прикиньте, что вы заболели. Вы не воспользовались им. Это ваша вина. Дальше я вас предупреждать не буду. Итак, я не знаю, зачем вам санскрит. Даже не подозреваю. Но... Из всех языков, которые мне приходилось учить, это самый лёгкий язык, какой только можно себе представить. Вся проблема в том, что очень много правил. Надо просто много лет, но очень легко всё идёт. Значит, санскрит это древний индийский язык, литературный язык. Что такое литературный язык? Литературный язык означает, что было много вариантов диалектов. И из них был выбран один, который был назван нормой, нормативом, и был взят в словаре. Значит, санскрит это священный язык древней индии. То, что он используется в последний день, это недоразумение, но оно продолжается, так сказать, с древних времён. Значит, время расцвета Индии, это как раз, скажем, полторы тысячи лет до нашей эры. Тысячи лет до нашей эры. Это время расцвета. Потом идёт упадок. И до нас дошли осколки той цивилизации, которая была на порядок выше того, что мы имеем сегодня. На порядок выше. То есть, если, скажем так, русский этнос, он только собирается, поднимается, то индусы, они пошли вот по такой вот шкале. Но у них хорошая память. Поэтому они донесли до нас почти в неиспорченном виде все те знания, которые мы обладали. То есть, например, иранцы. Они забыли половину по дороге. У них осталась одна авеста. Например, арабы. У них и помнят они, ничего не было. То есть, они взяли эту основу своей науки, в частности медицинской, а взяли у Индии, у Персии. То есть, индийская литература, она по своему объёму не имеет равны. Гомер, написавший Ильяду и Одиссею, это десятая часть одной лишь индийской книги Махабхара. То есть, если представить, то есть, Ильяда и Одиссея, это вот такой объём, если вот взять, а Махабхара, это вот такой вот объём. И это только одна книга. То есть, по сравнению с индийской литературой, все остальные мировые литературы, включая китайскую, это небольшой задор, шутка. Объём огромен. Его невозможно ни осмыслить, ни перечитать. Вот, например, чара Касамхита, до которой, я надеюсь, вы доживёте. Вы тоже надеются. Половина чара Касамхиты, это вот, собственно, вот такой объём. А потом, то есть, вот, это чара Касамхита. Потом Аштанга Хадай Самхита, это вот так. А Сушута Самхита, это уже вот так. Это уже получается, как одна Махабхара. И это только базовый трактат. К ним есть четыре дополнительных. К каждому из этих есть комментарий. К комментарию есть другой комментарий. И тогда получается, что, в общем, стена за мною, это, собственно, вот, комментарий к основным базовым медицинским трактатам. То есть, бездонная литература. В Индии каждый уважающий себя человек считает, что он должен написать какой-нибудь комментарий на комментарий. Пока он четыре комментарии не написал, он считает, что он не выполнил свой долг. По струю языка санскрит ближе к русскому языку, чем, например, английский. То есть, это разные структуры языка. И английский, и немецкий, и греческий, и русский. И это все.